Боевики на Донбассе притихли. По состоянию на шесть вечера на Донецком и Луганском направлениях ни одного обстрела. Огонь открывали только в районе Мариуполя и только из стрелкового оружия. Больше всего украинских армейцев беспокоят вражеские снайперы. Их, по данным разведки, в районе Донецка работает целая иностранная группа. Чем на это отвечают наши военные, расскажет Геннадий Вивденко. А это чего прилетело? Вот это с верхней стороны сейчас прилетел вов. Так проверяют время от времени бдительность украинских бойцов. Вражеских снайперов в первую очередь заставляют замолчать огнем пулемета. Привычная для наших воинов работа. Разбита снайпером за вчера. Я вылез от работы огнем на подавление снайпера. И вот он вчера настраивал сюда. Так называемые лежаки снайперов, как правило, находятся под Ясиноватской дорожной развязкой. По звуку выстрелов наши определяют, куда наносить ответный удар. Заводят заблуждение, начинают вести огонь со своих позиций. И под этим же пулеметным огнем у них проходит ДРГ вперед. Так они на прошлой неделе два раза пытались пройти сюда. Здесь есть такой термин «гусянка». Это значит, что из-за типичных донецких балок, то есть местных степных хребтов, слышно передвижение гусеничной тяжелой бронетехники. Наши фиксируют наращивание бронегрупп на линии Донецк-Ясиноватая. Но пока в основном тут провоцируют ВСУ из крупного стрелкового и гранатометов. Армейцы отвечают незамедлительно. Когда уже доходит конкретно дело до гранатометов, они уже все, тогда они понимают, что уже все, стрелять не надо. Передвигаться по передовым позициям под оккупированной Ясиноватой очень небезопасно. Под ногами зачастую не разорвавшиеся мины. Кроме того, участки прострела вражеских снайперов. Давай, первую тройку мы замыкаем. Гори, за мной. Тут бежим. Ты разворачиваешься и бежим. Вперед, вперед, вперед. Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.